К этой традиционной, теперь уже акции присоединились страны всего мира и миллионы людей. 9 мая трудно представить без этой акции, а ей, кстати, всего 9 лет. Первые два года «Бессмертный полк» оставался лишь народной инициативой, но в январе 2014-го было зарегистрировано одноименное межрегиональное историко-патриотическое движение. Во всяком случае, такая официальная информация содержится в Википедии. А после 9 мая был решен вопрос и с логотипом акции. Придумал его, кстати, парнаульский художник Алексей Шелепов. Об особенностях «Бессмертного полка» в этом году мы сегодня поговорим с координатором акции в Алтайском крае Владимиром Овчинниковым. Владимир Алексеевич, рада вас приветствовать. Очень приятно. Вот я сейчас произносила какие-то вещи. Вы совсем согласны, что пишет официальная Википедия? Я не согласен с тем, что это была реакция на какое-то движение чиновников. На самом деле, это была личная инициатива журналистов. Это журналистская акция. Томские журналисты, да? Томские журналисты, барнаульские журналисты. Мы тоже думали, что что-то не то творится у нас с Днем Победы. Как он проходил? В 11 часов серьезные дяди в серых костюмах, в серых галстуках подходили хохоча к какому-нибудь мемориалу. Им завхоз вручал цветочки. Они делали скорбную маску, возлагали и дальше шли по своим делам. Люди тоже ждали этот праздник. Но для чего? Для того, чтобы поесть шашлык и для того, чтобы посмотреть на салют. Там не было ветеранов. И мы думали, что это неправильно. И когда в 12-м году мы узнали, что в Томске прошла интересная демонстрация, которую создали журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин, Игорь Дмитриев. У всех есть имена и фамилии. Мы подумали перед Новым годом, а может быть в Барноле это получится? Мы сильно долго думали, решили, что, наверное, скорее всего, у нас так хорошо не получится. Почему? Ну, потому что у нас не было такого большого народного отклика, как это было привычно в Томске. Мы чуть-чуть инертны, мы чуть-чуть скептичны, мы чуть-чуть ироничны. Я имею в виду то, что мы думали о том населении, в котором мы относились к Малтайскому. И о том периоде, возможно. Да, и о том периоде, да. Что, возможно, у нас получится это не так широко, не так душевно и хорошо. Но, тем не менее, мы два, наверное, месяца думали, как это все пройдет, всю логическую цепочку, как это все пройдет. И, в конце концов, был создан сценарий бессмертного полка, который включает всего пять элементов. Это найти историю своего родственника, деда, обычно это дед, но редко и бабушка. Описать ее, потому что многие говорят, спасибо деду за победу, могу повторить, а дед я ничего не знаю. Надо создать эту историю. Занести ее на электронный ресурс «Мой полк». Это непростое занятие. Потом изготовить штендер, принять решение, идти или не идти на парады, то, что называется парадом. На самом деле, это, конечно же, не парад, а шествие. И если ты решил, то прийти и пройти и пронести портрет деда, который у многих не участвовал в параде победы, ни в каких парадах не участвовал, а четыре, допустим, годы, как мой дед, он вернулся с войны, живой, отрубил, а кто-то и погиб, огромное количество людей же погибло. И мы, когда это придумали, продумали, объявили надпись, и я, честно сказать, думал, что если в Томске записали 800, я думаю, ну, в Барнауле будет историй 400. И когда буквально через два месяца, к апрелю, у нас образовалась 2000 историй, я понял, что это, конечно, что-то. Ну, а 9 мая все видели. 9 мая 2013 года в Барнауле прошел пункт. Мы видели тогда, мы видели сейчас, видим каждый год, это, безусловно, нарастает, это и глазу заметно, и всем. Вот если сравнивать сейчас, насколько увеличился маршрут? Евгения, я закончу как бы мысль, что здесь чиновники, конечно же, мы с ними взаимодействовали, вот как пройти, как финишировать, как стартовать, как поддерживать порядок. Да, они участвовали, но это не чиновничья инициатива. В 2015 году все изменилось, то, что вы сказали. Да, было зарегистрировано движение, и вот попытка такая перехватить инициативу была предпринята. Ну, это для вас минус или все-таки плюс? На Алтае это не произошло. Хотя у нас есть какая-то структура, которая пишет отчеты, но и вот, слава Богу, к реальному полку она никакого отношения не имеет. Сколько в этом году людей заявило о своем участии? Это невозможно узнать. Это невозможно узнать. А как вообще подсчитывать? Вот идет река Люцкая, вообще не подсчитаешь? Мы считаем, что каждый должен принять решение сам. Не школа, не вуз, не завод, не компания, а каждый сам. Вот я, допустим, у нас первую историю на Алтае написал, инициатор этой акции, координатор акции Юрий Пургин. Я написал вторую историю про своего деда. И мы принимали решение, идти или не идти, участвовать или не участвовать, делать штендер или не делать. Каждый год ходить? Да. И у меня бывают технические исключения, но, тем не менее, конечно же, я каждый год участвую. И в кадре, и за кадром, но, тем не менее. Владимир Алексеевич, вы сказали, что нужна история, но не всегда, безусловно, легко найти какие-то данные, которые утеряны уже со временем. Кто-то помогает жителям края составить эту историю, найти какие-то зацепки о своих родственниках погибших? На самом деле, в 2012 году это было достаточно сложно, в 2005 году это было невозможно, в 1945 году это было строго секретно. Сейчас я должен просто снять шляпу перед Министерством Вороны, которая работает на протяжении уже, наверное, шести лет сутками. И они оцифровывают архивы. И сейчас многие архивы доступны. Я, например, тоже, когда делал свою историю, я ничего о деле не знал, знал, что он фронтовик, вернулся, был ранен, у него было три медали, ушел в 41-м, вернулся в 45-м. Все. И еще до 2012 года, когда в Томске эта история случилась, я путем таких вот сложных, совершенно немыслимых, логических рассуждений выяснил номер дивизии, в которой он служил. По номеру дивизии я понял, где что происходило. И в 2012 году уже, когда мы, собственно, занимались организацией полка, я спросил моего друга, коллегу, журналиста, журналиста газеты «Свободный курс», также, Тамара Дмитриевна, говорю, «Томара, вот, пожалуйста, посмотри, я думаю, что мой дед на фронте был в 379-й стрелковой дивизии уральской. Да, вот мы говорим, уральские дивизии и сибирские дивизии заслонили Москву, остановили войска, нападающие Германию на Москву. Это не какие-то абстрактные войска, это вот конкретно 379-я дивизия, которая была сформирована там, где мой дед жил. Ну, это алтайские дивизии, потому что сибирские дивизии, это, прежде всего, конечно же, и алтайские дивизии, потому что Алтай, на Алтае было больше всего призвано на фронт во всей Сибири, не в Западной Сибири, а во всей Сибири. Первое, потому что, собственно, самая большая территория по населению, да, ну и второе, мужиков много было. Владимир Алексеевич, вот вы рассказываете какие-то вещи личные, они, безусловно, вызывают отклик эмоциональный, да, дрожи. Вы за столько лет, столько историй слышали. Было ли то, что вас тронуло настолько, что вы не можете забыть? Поделитесь, пожалуйста. Ну, конечно, вот раз у нас бессмертный полк – это история личных судеб, то для меня, конечно же, было вот то, что я узнал, где дед воевал, что он делал, как он делал. Я нашел наградные листы, вернее, Тамара нашла, я их потом, собственно, прочитал несколько раз. Была жива мама, я с ней поговорил и создал историю, она выложена на полку, и, конечно, я ее не забуду никогда. Да, эту историю. Есть совершенно феноменальные истории. На Алтае был мальчик, он поступил учиться в военно-медицинскую академию где-то на Волге, в Куйбышеве. Проучился первый курс, перешел на второй. Случилась война. А что изучают студенты на первом курсе медицинских вузов? Есть какие-то тычинки? Больше ничего. Ну, какие-то основы, может быть, в химии. Его взяли в армию, у него не было брони. Читают военные люди. О, студент, медик, будешь хирургом? Пацана поставили хирургом. И вот эти люди победили, дети. Он, у него судьба совершенно уникальная. Потом он перестал быть хирургом, его отправили на передовую, видимо, настолько было сложно. Он воевал в пехоте, попал в плен. Опять же, там посмотрели, администрация посмотрела. Студент, работал в Красной армии хирургом, будешь в концентрационном лагере хирургом. Он был, он помогал. Потом, естественно, судьба у него сложилась традиционно, за то, что он сотрудничал с администрацией. Он отсидел 10 лет, очень мало прожил. Но я думаю, что вот это просто феноменальная судьба, когда его как блинку носило по разным частям, разным специальностям. Действительно, вот такие люди и победили. Это не контрразведчики, не смершивцы, не НКВДшники, хотя и они тоже участвовали. Но победили вот простые люди. Молодые, молодые люди. Молодые, может, не очень умелые, не очень подготовленные. Ну вот такой миф существует в Москве, что сибирская дивизия, они там все ходят на непроходимой тайге, бьют белку в глаз и так далее, и так далее. Ну вот мой дед, какой он там белку в глаз. Владимир Алексеевич, в этом году говорят какие-то масштабы штаба всероссийского, который будет организован в Барнауле. Почему именно здесь у нас? Это ежегодное какое-то мероприятие? Нет, на самом деле, это один из мифов. Никаких штабов нет. Есть небольшая группа людей, которые после работы, вместо работы иногда, иногда в выходные дни, занимаются делами бессмертного полка. Это Пургин Юрий Петрович, Овчинников Владимир Алексеевич, Балда Качехина, Анастасия Телькова, Алексей Шелепов и Тамара Дмитриенко. Все, все. Конечно, нам многие помогают, волонтеры, огромная помощь волонтеров. Это студенты алтайских вузов, барновольских вузов, все желающие. Мы их обучаем, мы инструктируем их, и они нам просто феноменальную помощь оказывают. Но никакого штаба нет в природе. Все, кто пишет в отчетах, что я сделал то-то, это ложь, это фейк. Скажите, пожалуйста. А будет у нас в Барнауле не штаб, а пресс-центр. Мы будем собирать информацию для всего. Это впервые, насколько я понимаю, да? Да, в прошлом году тоже было, но в этом году тоже будет работать на Алтае пресс-центр для всего мира. И эта информация будет для всей России? Распотранслироваться для всего мира и для всей России. Для всего мира. Да, да. В 80 странах бессмертный полк действует. В некоторых странах один человек, допустим, как в Шотландии. В некоторых странах два человека, как бы быть, в Индонезии. В Японии. Япония была же, собственно, не на стороне России в войне. Там чуть-чуть побольше, но там посольские истории. Скажите, пожалуйста, если кто-то сиюминутное решение принимает сейчас участвовать, не поздно ли заказать... Отличное время. Не поздно, никогда не поздно. Скажите, какого формата должны быть фотографии, еще раз напомню. Как эта история должна размещаться на стендах? Я так скажу. На самом деле правил правильной и неправильной скорби нет. Нет никаких правил правильной памяти и неправильной памяти. Как ты думаешь, как у тебя сердце работает, так поступай. Я когда-то говорил, выступая в аналогичных условиях, что вы можете просто на бумаге написать, допустим, имя своего деда. Вот мой дед Некрасов Петр Дмитриевич и фрейтор. Все. Он не гириалисимус. Я могу пройти. Могу вообще ничего не писать. Могу на принтере напечатать листочек. Могу от руки сам сделать на чем-либо, что есть в доме. Могу прийти в типографию, и там за 450 рублей сделают по себе стоимости стандартно утвержденный штендер с амблеймой, с фотографией. То есть безграничные варианты использования никогда не поздно. Во сколько начнется бессмертный полк и как долго он продлится? Где будет проходить это шестеро? Традиционно будет проходить в городе Барнауле. Начнется построение колонн. Потому что колонны огромные. В прошлом году полиция сказала, что было около 60 тысяч. Я думаю, что в этом году тоже не меньше. Будет строиться около Кендиатора России, около Академии культуры. И стихийная колонна складывается сама на улице Молодежной. И в 10 часов после окончания парада, после окончания парада это время точно называть неправильно и не нужно, сразу же пойдет бессмертный полк. Спасибо вам огромное за то дело, которое вы делаете, и за информацию, за истории, которыми вы сегодня поделились. Спасибо. Мы уже перевираем время, да? Я хотел вам показать эту фишку, которая будет в этом году. На финише бессмертного полка волонтеры будут раздавать флажки. Вот такого. Может, сами покажите, Ильяна. Покажите, покажите, конечно. Такие флажки, которые могут служить памятью о 9 мая 2019 года. Его можно взять в карман, положить, выйти, и он будет напоминать. Можно... Это вот в этом году такие флажки в первой раздании? Что-то написать здесь, допустим. Я вот рекомендовал бы не писать никогда, могу повторить, а все, что вы хотите, вы можете написать. И потом, вот по этой беговке, флажок можно согнуть и вывесить на такую инсталляцию, которая будет на площади Сахарова, красные нити будут натянуты на растяжках, и они будут символизировать такая аллегория, метафора хрупкости жизни, нити жизни, когда она могла в любой момент оборваться, и в то же время связь каких-то поколений. Вот мы сделаем... По-моему, прекрасная традиция, которая рождается в городе. Если ты молод, здоров и энергичен, и никогда не выпускаешь смартфон из рок, то ты можешь навести свою камеру на QR-код и получить, открыть доступ к фотографиям бессмертного полка за все годы его существования. Спасибо вам огромное за то дело, которое вы несете, благородное, и посвящаете свою жизнь. Всех желающих ждем 9 мая на параде бессмертного полка. Благодарю. Мы сегодня беседовали об особенностях акции бессмертного полка в этом году. Говорили с координатором акции в Алтайском крае Владимиром Овчинниковым. Помните свою историю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова